Девять утра в украинской столице. Главные новости четверга рассказывают корреспонденты UATV. В студии Максим Малынов. Доброе утро. 18 провокаций со стороны боевиков. Потерь среди украинских защитников нет. Это все о минувших сутках в зоне проведения антитеррористической операции. Российские наемники по-прежнему используют вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В частности, провели семь минометных обстрелов, оборонительных укреплений сил АТО, выпустив около полусотни мин. Самый горячий рубеж – это Светлодарская дуга. Здесь противник вел огонь из минометов, гранатометов, зенитных установок и вооружения БМП по защитникам Луганского и стрелкового оружия по Новолуганскому. Несколько мин оккупанты выпустили рядом с Новотошковским. Из гранатометов обстреливали опорные пункты неподалеку от Троицкого и Новозвановки. Из стрелкового оружия вели огонь по защитникам станицы Луганской. До рождественских праздников украинские пленные должны вернуться домой. Об этом договорились на заседании в Минске, сообщила Дарко Алифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину в трехсторонней контактной группе. В отдельных районах Донбасса готовы освободить 87 украинцев в обмен на 309 боевиков. Всего в плену у оккупантов 162 человека. Также украинская сторона проинформировала спецмиссию об обнаружении противопехотных мин советского производства возле Гладосова Донецкой области и срыв наемниками визита в этот регион представителей ОБСЕ и ООН. Если мы будем контролировать границу с РФ, мы сможем быстрее договориться про мирное дипломатическое урегулирование ситуации на востоке Украины. Ни Россия, ни отдельные регионы Донбасса не хотят обсуждать эту тему. Поэтому необходимо создать рабочую группу по этому вопросу. Сначала закрытие границ, выведение российских войск и техники. После этого станет значительно легче вести политический диалог. Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины и окружающая среда регионов большой опасности. Существует риск экологической катастрофы. Об этом говорит исследование ОБСЕ, проведенное при поддержке правительств Австрии и Канады. Все подробности знает Анна Нестеренко. Северодонецкий Азот, Горловский Стирол, Янакиевский и Донецкий медкомбинаты – лишь некоторые из более 4000 потенциально опасных объектов, которые находятся в зоне конфликта на востоке Украины. С начала российской агрессии на этих предприятиях зафиксировано свыше полутысячи аварийных ситуаций. Многие из них могли иметь катастрофические последствия. Донецкая и Луганская области и до начала военного конфликта были техногенно нагружены. А военная агрессия России нанесла и продолжает наносить серьезный ущерб окружающей среде. Создает техногенно-экологические угрозы. Особую угрозу несет подтопление шахт. Сейчас в зоне риска около четырех десятков угледобывающих предприятий. Последствия от проседания поверхности и разрушения зданий до радиоактивного загрязнения подземных вод. В реках, почве и водохранилищах уже фиксируют повышенную концентрацию вредных веществ. Во время конфликта мы зафиксировали более трехсот случаев нарушения работы объекта водоснабжения. Также повышение концентрации азота и фосфора. В реках Кальмиус, Кальчик, Северский Донецк, Клебан-Бык. В правительстве отмечают данные отчета могут быть использованы для привлечения России к ответственности в международных судах. Всю информацию, которую мы собирали раньше, передаем нашим коллегам из Министерства иностранных дел. Ведь это главное ведомство, которое работает над нашей внешней стратегией, в том числе стратегией в международных судах. В том числе передали данные, касающиеся аннексированного Крыма и негативного влияния на окружающую среду со стороны России. Также поддерживаем участие украинских экологов в работе Минской контактной группы. Украинские власти совместно с международными экспертами разработали стратегию по снижению уровня экологических рисков на Донбассе. Однако для ее реализации необходимо полное прекращение огня. Анна Нестеренко, Дмитрий Гришко, UATV. 12 лет с конфискацией имущества такой приговор за госизмену вынес Деснянский суд столицы киевлянину. По данным СБУ, подполковник-разведчик в отставке должен был привлекать к сотрудничеству украинских военных и получать от них сведения о боевых частях и укреплениях армии в районе проведения антитеррористической операции. В Киеве он вышел на командира одной из бригад. После встречи офицер украинской армии заявил в СБУ. Российского агента задержали. При досмотре правоохранители обнаружили скрытые под подкладкой одежды секретные документы. День, когда Украина проснулась. 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения «Беркут» и солдаты внутренних войск провели первую зачистку центра города от мирных демонстрантов на Майдане Незалежности. Посреди ночи они под предлогом обеспечения порядка для установки новогодней елки окружили митингующих, а потом вытеснились площади. Силовики использовали дубинки и слезоточивый газ против безоружных активистов, большинство из которых были студентами. В больницах оказались 35 человек. Годовщину жестокой зачистки отмечают уже четвертый раз. Побывала на акции памяти и наша Юлия Крючкова. Ровно четыре года назад здесь, возле Стеллы Независимости, произошло одно из переломных событий в истории Украины, когда Евромайдан превратился в революцию достоинства. Тогда силовики Януковича разогнали мирный митинг. Теперь участники тех событий собрались в том же самом месте, чтобы вспомнить ту страшную ночь. Ярослав Казимирович был участником демонстрации в поддержку евроинтеграции с первого дня. В ту роковую ночь с 29 на 30 ноября протестовал вместе со студентами-активистами. Рассказывает, беркутовцы жестоко расправлялись со всеми. Пенсионер получил травму головы и на 10 дней попал в больницу. «Меня побили возле этого фонарного столба. Я получил сильнейший удар штурмовым щитом. Пластиковые такие щиты были у беркутовцев. Я здесь упал. Уже не помню, сколько пролежал. Немного пришел в себя, дополз до бочки, взял свои вещи. Все было в тумане. Я даже не знал, что у меня кровь течет. Я увидел вдалеке скорые и пополз к ним. Там мне помогли». В 2017-м ночь на Майдане провели те, кто был при разгоне митинга, и те, кто присоединился к протестам позже. Как и четыре года назад, каждый час вместе исполняли гимн Украины. Ночная акция уже стала традицией. Организаторы, говорят, хотят напомнить о той жестокости власти, которая и запустила механизм революции в Украине. «Нас поставили перед выбором, когда мы должны были решить, чего мы хотим, можем ли мы терпеть дальше. Это был четкий показатель. Побили детей. Как вы к этому относитесь?» И украинцы ответили на этот вопрос. «Активисты сплели из желто-голубых лент цепь силы и единства. А в четыре часа утра, когда в 2013-м начался штурм, двинулись дорогой евромайдановцев, по которой они спасались бегством от силовиков. От Майдана незалежности активисты прошли до Михайловского собора. Ту ночь монахи приняли побитых студентов. Возле ворот собора участники акции выложили лентами слова «Воля». И в продолжение темы. На данный момент суд исследовал 90 томов материалов из 92-х по делу о преступлениях против Майдана, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины. Четыре месяца ареста. Такой вердикт вынес Печерский суд вандалу, который разрушил мемориал Героев Небесной Сотни. Инцидент произошел в центре Киева 5 октября. Юрий Чеканов, житель Севастополя, разбил памятник. Сторона обвинения заявляет, своими действиями он нанес моральный ущерб близким и родственникам погибших. На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Действия квалифицировали как злостное хулиганство. Но суд учел раскаяние как смягчающее обстоятельство. Срок содержания под стражей стекает 2 февраля следующего года. Память жертв Голодомора впервые почтили в парламенте Швеции. Депутаты, а также послы стран мира объявили минуту молчания. На мероприятии, посвященном трагическим событиям, показали фотографии из Украинского института национальной памяти и государственного кинофотоархива. Мероприятие организовала специальная межпарламентская группа дружбы между Риксдагом Швеции и Верховной Радой Украины. Сенат Австралии принял заявление о годовщине Голодомора в Украине. Об этом написала в Facebook автор документа сенатор Катрина Билык. Австралийский сенат осудил сталинский режим, который уничтожал национальные, культурные и религиозные права украинцев, а также напомнил, что в результате сознательных действий большевиков в 1932-1933 годах почти 7 миллионов украинцев умерли от голода. Журналисты телеканала Russia Today лишились аккредитации в американском Конгрессе. Соответствующее решение приняла галерея корреспондентов, радио и телевидение. Именно этот орган выдает разрешение на работу в американском парламенте. В ведомстве говорят, RT лишили аккредитации из-за регистрации в качестве иностранного агента. В начале месяца от телеканала этого потребовал американский Минюст. В ответ в России приняли закон о СМИ иностранных агентах. На этом у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают внимательно следить за всем, чем живет Украина и мир сегодня в четверг. Больше новостей через два часа. Не переключайте UATV. Будьте в курсе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова